Здравствуйте, уважаемые любители рыбалки! На позапрошлой рыбалке Получилась у меня такая неприятность. Поломал карповик. Классный карповик. Трехсекционный. Вот что получилось с последним колечком, кончиком. Значит третья вставка поломалась просто пополам. Сначала я думал его починить таким макаром. Значит сюда вставить колено, здесь его зафиксировать и сверху какой-то бандаж. Ну пришел товарищ, он говорит ты страдаешь ерундой. Во-первых, здесь она сидит нечетко. Здесь тоже самое гуляет. Придется какую-то делать подмотку, что-то здесь подматывать. Будет ерунда. Он говорит все это убери. Зачистили вот эти два кончика. Вот этот и вот этот. И он говорит сделай таким макаром. Вот. Теперь получается вроде бы как телескоп сидит четко и далее можно его будет ремонтировать. Значит что мы для этого сделали. Нанесли поперечные три полосочки. Для чего? Для того чтобы было видно, когда мы нанесем клей, насколько нам выдвигать вот этот вот кончик. Теперь нанесли еще продольные две линии. Вот видите. Вот маркер нарисовали здесь продольные линии и вот здесь вот. Вот она. Чтобы можно было при вытаскивании определить, чтобы то четко у нас прошло в нужном направлении наш кончик. Далее. Нанес вот здесь вот риски. Это уже как вот крепить буду колечки, которые я предварительно срезал. Мне мне мешали. Вот второе вот здесь вот колечко. То же самое. И нанес рисочку там где будет тюльпанчик. Ну теперь начнем собирать. Для того чтобы скрепить эти два кончика я взял клей гелевый. Почему именно гелевый клей? Потому что он не так быстро схватывается и он даст мне возможность поработать с удилищем. Вот этой до второй рисочки мы все замажем, сейчас клеим. Теперь заводим его вот сюда. Самое интересное, теперь мы сводим вот эти рисочки. Рисочки, 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 рисочки. Так, и вот вторая. Теперь мы его растягиваем. Вот эти полоски. И гелевый клей один хрен. Нам еле-еле до вытянуть его. Все. Так. Ну что. Мы склеили обе части. Склеили довольно таки хорошо. Так. Теперь. Теперь. Теперь нам надо посадить наши колечки. Возьму шнур. Возьму шнур. Дам шуруповерт. Шуруповерт. Возьму шуруповерт. Вот. Вот так слегка. Сильно я его не насиливаю. Всегда насаживаю. Так. А теперь. Теперь будем пытаться реанимировать наши колечки. Ну вот. Клеим немножко. Прихватил ее. Дальше. Делаю таким макаром. Вот. Клеим немножко. Клеим немножко. Возьму. Клеим немножко. Клеим немножко. Сушила. Ра Sneack. Л尾. Класс���рючка. Его odpowтыми. тут желательно было конечно виток к витку хрена у меня получается виток к витку витку так 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 вроде бы ровненько так обрежу эти кончики теперь возьму солью все это клеем так теперь его покрою черным луком черным луком для ногтей черным луком для ногтей мак Так. Что у нас получилось? В принципе, вот это колечко можно было бы еще пару раз скрыть лаком. Можно было бы так оставить. Но хочу его скрыть эпоксидкой. Попробую довести его до такого состояния, как вот здесь. Застыл наш лак. И вот когда застывал лак, я еще пришелся люрексом. Ну, это понты сделать, типа вот как вот здесь вот. Это просто попробуй немножко его приукрасить. Давайте ненем его по новой шуруповерт. Теперь попробую здесь с двухкомпонентным нашим эпоксидной смолой. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Это хрена развел эпоксидки. Лишнее остается. Надо меньше разводить ее. Ну, посмотрим, как оно получится. В принципе, я с вами это делаю первый раз. Обычно заканчиваю просто лаком и все. Ну, вот и все. Отлично. Колечки поставил. Тюльпан на месте. Вот, видите. Одно колечко сделал Lurex красный, а другое – желтый. Хотелось, чтобы получилось, как здесь. Не совсем, конечно. но терпимо в принципе это я делаю для себя поэтому она будет служить еще долго верой и правдой вот на этом примере хотел показать что в принципе никогда не делать даже эту работу можно при желании все сделать не боги горшки лепят поэтому не хвосты не чешуя друзья до новых встреч будьте здоровы и и и и и и